Добрый день! Меня зовут Марсис Гасунс. Я кандидат в филологических наук. Изучаю санскрит уже 11 лет. Хочу рассказать о том, какие книги были изданы мною за последний год по санскриту. Всего четыре книги. Последовательность не имеет значения. Первый тон, второй – это вторично. В этом никакого сакрального смысла нет. Итак, первые два тома – «Фриш. Санскритская аристоматия». Книга малоизвестная. Издавалась в 54-55 годах в Праге и переизданная. Первый тон – это тексты, совсем тоненькие. И словарь, в два раза толще. Это второй тон. Первый тон полностью на Деванагаре. Предполагается, что уже есть навык чтения Деванагаре. То есть, человек, который не знает ничего, не может начать учиться по «Фришу». Базовый навык должны быть уже исключительно Деванагаре. Тексты разные. Тексты, начиная с гимнов, ригведы, потом от харваведа, махабхарата, рамаяна, панчатантра, отрывки из эпической литературы, классическая художественная литература, буддийские отрывки, философия. То есть, весьма своеобразная подборка. Ничего подобного до и после, тем более в русскоговорящих изданиях нет. Но просто тексты издать несложно. Тексты изданы, например, в «Хрестоматии Кочервиной» несколько лет тому назад. Но без словаря это мало чем интересная подборка. Главное – это словарь. Перед тем, как словарь вышел, Фриш умер и работу завершил его ученик. Это среднего размера словарь. Если сравнивать в санскритско-русском словаре «Кочервиной» 29,5 тысяч слов, то здесь всего 6300, а в несколько раз меньше. Но, по моим наблюдениям, словарь «Кочервиной» во многом опирается на словарь «Фриша». Некоторые значения взяты подряд из словаря «Фриша». То есть заведомо известно, и Вера Александровна этого не отрицает, что она пользовалась словарем «Фриша». Слова приведены в транслитерации. То есть здесь Деванагары нет. И, соответственно, изучать индийское письмо не требуется. Слова записаны в Международной Современной Транслитерации АЭСТИ. Каждое слово переведено сначала на чешский, потом на русский, потом на английский язык. То есть это санскрита, чешка, русско-английский словарь. На 356 страницах. Словарь и сами тексты Христоматия на 184 страницах. А вместе они составляют одно целое. Номер тома. Первый. Второй. И с обратной стороны аннотация книги. Все книги печатаются по постановлению Ученого Совета Института Языкознания Российской Академии Наук. То есть это научное издание, это не крышноинская литература, хотя я к ней хорошо отношусь, но она решит разными неточностями порой. И это что касается первых двух томов. Следующим идет Кнауэр. Учебник Кнауэра 1908 года. Это классика жанра. Он был переиздан в двух разных изданиях. Издание 2011 года, оно потоньше. И издание 2015 года. Здесь дополнение, составленное мной, про жизнь самого Кнауэра. И глоссарий грамматических, древнеиндийских терминов. Но исправлен ряд моих опечаток. Книга использует старую орфографию. Так как она издана до 1917 года. Но для меня это не помеха. Возможно, кому-то это покажется странным. Но по точности передачи материалов в этой книге нет равных на русском языке. То есть обилие материала. Помимо прочего, здесь проставлены ударения в словах. То есть книга может быть интересна для акцентолога. По ней всегда можно сверять опечатки. Например, учебники Кочергиной. Учебник Кочергиной содержит не меньше, чем 250 опечаток. В изданиях до 2007 года включительно. И в новейшем издании до 2015 года порядка 200 опечаток. Это не учитывая точки, запятые и прочую орфографию. То есть как справочное издание Кнауэр бесподобен. Достаточно такой весомый том. Здесь словарь в конце книги содержит и Деванагарь, и транслитерацию. Отсылки на другие индоевропейские языки. В частности, церковно-славянские. То есть для тех, кому интересна история русского языка и связи русского и древнерусского языка с древнеиндийским языком, тут обильный материал представлен. Есть тексты на Деванагаре, небольшие отрывки в транслитерации. Ну и треть книги это правило. То есть драматический справочник. Повторюсь, справочник непревзойденный. По качеству печати издание одиннадцатого года превосходит издание пятнадцатого года. Увы, но факт. Хотя, например, в издании пятнадцатого года есть такая приятная мелочь, как шелковое лессе. То есть ленточка, закладка и мараморный флорзец для эстетического наслаждения. То есть сэнскрит должен приносить не только боль и страдания, но и быть приятным. Это что касается Кнауэра. Кнауэр вышел третьим томом. Пятый том. Эта книга в соавторстве того же Кнауэра с Миллером, но не 1908 года. Это более новое издание. А первым была книга 1891 года. Она лаконичней. Кому-то манера изложения нравится больше, потому что автор грамматики, Миллер, Кнауэр отвечает за тексты. Тексты здесь повторяются. Тексты в отдельном издании Кнауэра и тексты в совместном издании с Миллером, они повторяются. Грамматика написана Миллером, профессором Московского государственного императорского университета. То есть это опять же репринт, старая орфография. Книга здесь нет ударений, поэтому для индоевропейстов учебник не столь интересен, как позднейшее издание. Но книга издана типографически безупречно. Пятый том. Это первый том, который может равняться по качеству печати со вторым изданием Кнауэра. То есть четко и ясно. Бумага везде одинаковая, белая. Обложка плотная. Я считаю, что симпатичная. Несколько поколений долгов были воспитаны на этом руководстве. Например, когда мы изучаем письмо де Анагари и хотим найти полный список, достаточно полный список лигатур, мы обращаемся к учебнику Миллер и Кнауэра, потому что Кочегина списка полного не содержит. Поэтому используем сразу две книги. Так учили меня по программе МГУ, так учу и я. Вместе эти четыре тома весят 2,3 кг. Собой их каждый день носить не будешь. В дальнейшем я планирую выпустить фильтронные версии этих книг. Пока мы имеем бумажные издания. Моя задача до конца года, до конца 2015 года, собрать средства и издать еще четыре тома. Этих книг недостаточно для того, чтобы собрать полноценную библиотеку по санскриту. Моя задача сделать книги по санскриту доступными и по цене, и по наличию. То есть, например, год назад, если в Москве зайти в книжный магазин, вы не смогли бы найти учебник по санскриту, кроме как псевдоучебник Матвеева. То есть, нормальных книг давно не переиздавали. И спустя 11 лет я решил, что пора завершать начатую работу. Все эти издания содержат список исправленных опечаток. То есть, мы не просто молча что-то сделали. Все задокументировано. Все страницы оригинального издания оставлены. Это важно, потому что в переизданиях Лани многое было безоговорочно изменено. То есть, видите, даже сам формат книги изначально был такой. Лань решила сэкономить и сделала книги меньше. Спустя 10 лет видно, что происходит с такой бумагой. Конечно, книга распадается, бумага и листы вываливаются. Данное Ланинское издание содержит Миллера и Кнауру и учебник Бюллера. Учебник Бюллера я планирую издать шестым тоном в данной серии. В учебнике Бюллера исправлено порядка 200-250 опечаток и еще порядка 60-70 непропечатанных знаков. То есть, не каждый огрев книги я считаю опечаткой. Если отворилась верама или буква плохо пропечаталась, то мы заменяем молча. Это что касается издания Лани. На сегодняшний день санскритско-русская словарка Чайгиной в книжных магазинах недоступна. Готовится новое издание. Но, скорее всего, оно выйдет, если выйдет, только в следующем году. Потому что это будет впервые полностью перенабранное издание. Все предыдущие издания это репринты. Репринты с дополнениями. А в этом издании дополнения будут внедрены. Поэтому пока нет толстого словаря, я советую обзавестись средним словарем. Но это еще не тонкий. Тонким будет учебный словар Натальи Павловны Лихушиной. Четвертый тон серии библиотека санскритика будет содержать другую книгу Натальи Павловны. Будет хрестоматия текстов с небольшим учебным разбором слов и ответами в конце, то есть переводами. шестым будет Бюллер. ГОЛОСИЧЕСКАЯ СТОЛИ